Rockstar Games запустили новое, крайне сложное испытание для комьюнити, добавили последнее заблокированное транспортное средство в GTA Online, активировали новые скидки, бонусы и акции. Прямо сейчас расскажу обо всём поподробнее, всем приятного аппетита и приятного просмотра. Устал уныло фармить деньги в GTA Online, дабы позволить себе новую машину или недвижимость? Переходи в мою личную группу по накрутке, где максимально быстро, качественно и безопасно мы прокачаем твоего персонажа на 100%. Хит-продаж, набор «Всё за 700», в него входит любой уровень, любое количество денег, а также открытие всех доп. услуг. Наша гарантия качества — это тысячи довольных клиентов, отзывы которых каждый день появляются в группе. Накрутка доступна как на ПК, так и на всех актуальных консолях. Ссылки, само собой, в описании, переходи и заказывай лучшую прокачку в Рунете. Два года назад в GTA Online уже проходил подобный челлендж с ограблениями, цель которого была заработать всем комьюнити вместе в сумме 100 миллиардов долларов игровой валюты. Испытание проходило ровно 7 дней, по итогу игроки перевыполнили задачу и, по словам Rockstar, сумели заработать целый триллион. В этом году всё ровно так же, за исключением того, что челлендж продлится чуть дольше, не 7 дней, а 9 до 1 декабря, а также конечная цель в этот раз немножечко побольше, не 100 миллиардов долларов, а 2 триллиона. Да, вы не ослышались, Rockstar даёт нам всего 9 дней, чтобы всем вместе заработать 2 триллиона долларов на финалах ограблений. Для тех, кто не понял, что нужно делать, объясняю. Играйте в финалы ограблений, среди которых 5 классических, это ограбление Флекка, побег из тюрьмы, налёт на Human Labs, серия А финансирования и ограбление Pacific Standard, за прохождение которого, к слову, весь челлендж будут выплачивать вдвое больше денег и опыта. Кроме этого, 3 акта судного дня. Это утечка данных, операция Богдан и сценарий судного дня. Любой из вариантов прохождения ограбления казино, скрытность, обман, штурм, что угодно. И, само собой, ограбление Кайо Перека. По сути, ничего сложного в челлендже нет. Нужно просто нон-стопом фармить на финалах всех доступных ограблений в игре. Ищите себе напарников в моём телеграм-канале, создам отдельный пост, где владельцы как консолей, так и ПК, смогут найти себе тиммейтов для этого челленджа. Что касается награды, тут всё без уточнений. Rockstar просто сказали, что если испытание будет успешно выполнено, позднее в этом году каждый, кто участвовал, получит особую награду. Я думаю, речь идёт о каком-то транспорте, ибо... Ну а что ещё дарить игрокам? Как вариант, конечно, могут подогнать деньги, но, согласитесь, деньги — это не особая награда, ничего особенного в них нет. А вот новый транспорт, который появится вместе с зимним обновлением, что-то прикольное, эксклюзивное и, надеюсь, дорогое, я думаю, был бы не против получить абсолютно каждый. Ну а вообще, как я вам уже говорил в предыдущем ролике, мне кажется, Rockstar не собираются и не будут вести никаких подсчётов. 100 миллиардов, 1 триллион, 2 триллиона, неважно, любая цель по итогу будет выполнена, даже если никто ничего не будет делать. Ну, потому что, как мне кажется, Rockstar просто не могут сказать, мол, к сожалению, ничего не получилось, челлендж вы не выполнили, награду никто не получит. Всё это нужно лишь для поднятия онлайна в мультиплеере перед обновлением. Дабы когда DLC выйдет, игроки тратили свои накопленные миллионы, а кто нафармил мало, соответственно, донатил. Всё ради денег, всё как всегда. Да, поэтому лично я бы не стал сильно запариваться по этому испытанию, оно и так в любом случае будет выполнено, а если нет, то можете потом жёстко захуцосить меня в комментариях. Хотя вам и сейчас никто не мешает меня хуцосить, welcome в комментарии, напишите, какой я хуцос. Ну а теперь информация по бонусной неделе. Во-первых, разблокировали последний транспорт из капельной подачи обновления преступной организации, широкую версию спорткара Sentinel Classic. Кому нравится, покупайте, загоняйте к Бенни, ставьте расширение и кайфуйте на классике 80-х годов. Во-вторых, активировали довольно много приятных бонусов. Умноженные в 2,5 раза выплаты денег и опыта действуют на гонки серии Погоня, все задания от Мартина Мадраса, противоборство автоколонной ремикс, а также работа громил и телохранителей Сик Юра Серв. Да, в GTA небольшой косяк, пишет, что бонусы тройные, но по факту это 2,5 икс. Кроме этого, двойные выплаты денег и опыта действуют на ограбление Pacific Standard и на все подготовительные миссии классическим ограблением. Ну и выплаты, умноженные в 1,5 раза, действуют на все подготовительные миссии ограбления судного дня. Что касается скидок, минус 50% на любой бункер и улучшения для него, минус 40% на все автомастерские и ремонт для них, минус 40% на маслкар Гринвуд, на двухдверное купе Канжо SJ и на электрокар Омнис ИГТ, а также минус 40% на компактный Эмми, тяжелую винтовку и электрошокер. На подиуме казино эту неделю до 1 декабря будет красоваться легендарный суперкар Progen T20, а на подиуме автоклуба неплохой спорткар для гонок Vicer Neo. Ну а за вход в игру на этой неделе игроков, как обычно, наградят футболками. Первая называется бойня, а вторая wasted. Кроме этого, за прохождение ограбления Pacific Standard в своем гардеробе игроки обнаружат эксклюзивный свитер. Как-то так, по бонусной неделе на этом все. В пятницу в GTA Online начнется черная пятница, активируют большие скидки на ряд топовых товаров в GTA Online, поэтому следите за новостями, скоро запишу видос на эту тему. Большое спасибо за просмотр, прошлый ролик привел 300 новых подписчиков. Всех рад приветствовать, добро пожаловать на канал. К сожалению, по статистике, до сих пор большинство зрителей смотрят видосы, будучи не подписанными. Давайте это исправлять. Все важные ссылки на мои соцсети вы найдете в описании. Ну а я с вами не прощаюсь, ведь мы в интернете, а это значит совсем скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...